Всем привет! Сегодня буду готовить очень простой, очень вкусный тортик. Это у меня Наполеон. Но Наполеон не обычный, а тот, который готовится очень просто. Название такому тортику Полена. Собирается он как рулетик, вот такой вот очень красивый, очень интересный. Его вполне достаточно на всю компанию. Готовится он из слоеного теста, которое можно либо приготовить самому, что очень просто. Я показывала как и ссылочку на это оставлю в описании, либо можно купить слоеное тесто обычное в магазине. Это слоеное тесто пресное, не дрожжевое. Раскатываем наше тесто. В толщинах где-то около полусантиметра, может капельку больше. Раскатываем пласт. После этого этот пласт нужно поделить на полосочки. Полосочки 1-2 сантиметра. Чем тоньше у вас полосочки, тем быстрее у вас в итоге пропитается рулет. Выкладываем эти полосочки на противень. Вместе с обрезками, со всеми ними потом украсим наш тортик. Ставим в духовку 200-220 градусов и выпекаем наши полосочки до красивого такого зарумянивания. Так красиво они потом смотрятся в разрезе. Это где-то около 10-15 минут, в зависимости от вашей духовки. Вот такие красивые полосочки получаются из обычного слоеного теста, которое можно приготовить дома в своих условиях. Теперь займемся кремом. Всего мне понадобилось 750 мл молока, из которых 100 мл я где-то отделила в другой ковшик. В кастрюльку отсыпала с основной частью молока сахар и поставила на огонь закипать. В остальную часть молока добавляю ванильный сахар, добавляю 3 яйца и добавляю сюда еще где-то около 5 столовых ложек крахмала. Крахмал у меня кукурузный. Может даже не 5, а 4,5 ложки будет тоже достаточно крахмала. После того, как основная часть молока с сахаром у нас закипела, при постоянном перемешивании добавляем молоко к молоку с яйцами. Возвращаем все обратно в кастрюльку и теперь уже доводим на небольшом огне до первого закипания. Должны появиться хорошенькие такие пузырики. Не забывайте помешивать, чтобы у вас нигде не пристало. Получается красивый и однородный крем. Теперь в этот крем нужно добавить около 50 грамм масла. Я больше не добавляю, но кто хочет, может добавить еще чуть больше. Грамм 70, я думаю, тоже будет достаточно вполне. И накрываем наш крем пленочкой встык. Теперь нужно, чтобы он полностью остыл до того, как собирать тортик. Собирать тортик мне удобно в какой-либо формочке. Это может быть все, что угодно. Корзинка для хлеба, все, что угодно. У меня это была формочка для выпечки. То есть берете все, что угодно. Я просто для удобства сворачивания положила еще наверх полотенечко и застелила это все добро пленкой. Пленка у меня широкая. В принципе, можно и разрезать и большой какой-нибудь пакет. Тоже можно свернуть, если у меня нет широкой пленки. Можно и свернуть и в узкой пленке. Ну, в общем, смотрите, как вам будет удобней. Мне было удобно так. Выкладываем на низ немножечко крема и выкладываем наши палочки. Палочки для этого должны быть плюс-минус одинакового размера по длине. Поэтому, когда будете резать тесто, смотрите, чтобы они у вас не сильно растягивались и деформировались. И хорошенько перемазываем кремом. Для этого я еще поджарила немножечко грецких орехов. Можно заменить их фундуком, либо кокосовой стружкой, либо вообще ничего не добавлять и у вас получится просто наполеон. А так тоже очень вкусно и интересно. И таким образом чередуем мы все слои, аж пока у нас не закончатся наши палочки. Я вот так вот, вы видите, орешки, крем и эти палочки. Пахнет это уже очень вкусно орешками. После того, как все наши палочки закончились, перемазали немножечко кремом, я обычно оставляю вот где-то 2 столовые ложки крема для того, чтобы потом утром перемазать вверх, после того, как я уже выложу наш тортик. И смотрите, чем проще намного собирать его в форме. Тем, что не нужно ничего собирать, ничего не разваливается. Я просто накрываю пленочкой и накрываю с другой стороны. Обязательно с двух сторон должны как бы хвостики такие получиться. Выкладываю наш рулетик, оборачиваю его в пленку. И кто делал сосиски, тот знает. Прокручиваем для того, чтобы стянуть весь наш крем и сделать упругим наш тортик. Осталось только спрятать такие хвостики. Либо прячем их вот так вот под пленку, либо можно прищепками их защипнуть. И отправляем наш тортик в холодильник. По-хорошему, конечно, вообще на сутки, но в принципе можно и через ночь уже начинать кушать. Вот у меня прошла ночь, я вам сейчас покажу, какой тортик получился. Крема он впитывает достаточно много, поэтому если вы даже через сутки его разрежете, он станет еще более плотным. То есть крема станет меньше. Разворачиваем аккуратненько наш тортик. Он в принципе нигде не разваливается, потому что палочки впитали большую часть жидкости из крема. И перекладываем его вот таким образом, перекидываем на блюдо. Вы видите, сверху крема недостаточно много. В принципе, можно и не покрывать его ничем, если так кушать. Но я же говорю, я хотела сверху еще перекрыть кремом и посыпать орешками с остатками, с обрезками вот этими от наших палочек. И добавила еще немножечко кокосовой стружки, чтобы пахло еще так интересно сверху. И просто посыпаю наш замечательный рулет. Получается очень вкусно, на вкус просто обычный настоящий Наполеон. Готовится и собирается намного проще, не нужно катать никаких миллион коржей. Поэтому обязательно попробуйте этот рецепт и вкусной вам выпечки. А с вами был Кекс, до новых встреч, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok